Путин и ФСБ хотят похоронить Кадырова и его гвардию в Украине. Кадыровская гвардия давно известна в Украине. Еще в 2014 году чеченские боевики заходили на украинскую территорию в Донбассе. Все мы видели видео, где чеченцы бравурно ехали расправляться с украинскими военными в Донецком аэропорту. Однако нам также хорошо известно, что было дальше и в каком виде весь этот Кадыровский фарш вернулся домой. История повторилась в 2022 году. В феврале Рамзан Кадыров заявил, что около 70 тысяч силовиков из Чечни готовы добровольно направиться на территорию Украины. Тогда на митинге в центре Грозного, где по его словам собралось 12 тысяч человек, он заявил. Мы еще раз собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем полностью решение о проведении так называемой спецоперации в Украине. Верховного главнокомандующего. И выполним любой ценой приказ. Мы готовы к этому, мы готовились, готовы и будем готовиться всегда. Кадыров тогда отметил, что уже составлены списки силовиков, готовых отправиться в Украину. И что это около 12 тысяч человек. Конечно, это все показуха. На самом деле, кадыровцы давно уже были задействованы в процессе вторжения в Украину. Как известно, ключевая роль в сделке РФ против Украины была отведена захвату Киева и физической ликвидации высшего руководства страны, включая президента. Эта работа была поручена главе Чечни Рамзану Кадырову. И во время встречи 3 февраля 2022 года он лично был проинструктирован об этом. Задачей чеченцев была определена зачистка Киева, физическая ликвидация и профилактическая работа с украинскими лидерами. По данным СМИ, после этого в Грозном срочно была образована так называемая ударная группировка во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Данилом Мартыновым. В дальнейшем они вошли в состав группировки сил Росгвардии, переданной в части и соединения Восточного военного округа, развернутых на территории Беларуси, которая 24 февраля начала вторжение в Украину на Киевском направлении. Позже группировка вошла в Украину в составе колонны, насчитывающей более 250 единиц техники и более 1500 личного состава, а-ля лучших бойцов Чеченской Республики. Но уже 26 февраля на поступах к Киеву в районе Гастомельского аэропорта Кадыровская гвардия понесла тяжелые потери. 26 февраля после разведки с использованием БПЛА вооруженными силами Украины по двум локациям кадыровцев в районе Гастомеля был нанесен сокрушительный удар, в результате которого погиб близкий к Кадырову командир 141-го моторизированного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев. Напомню, что вся эта кадыровская массовка состоит не из кадровых военных, а из разгвардейцев, задачей которых является разгон мирных митингов, избиение людей и прочие репрессии. То есть это обычные менты, неподготовленные для военных действий. Поэтому они, естественно, и понесли большие потери, сунувшись на передок и практически были уничтожены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стоит отметить, что впоследствии кадыровские инстаграм-воины уже не лезли вперед, а снимали свои тикток-ролики в оперативном тылу группировки оккупантов. Но и там им доставлялось. Они регулярно попадали в засады и массово зажмуривались. Дошло до того, что эти инстаграм-воины при звуках стрелкотни бросаются в рассыпную, как на этом видео. Давайте разберемся, кто и почему кинул кадыровскую гвардию как пушечное мясо и почему их постоянно накрывают и расстреливают. Вспомним слова секретаря СНБО Алексея Данилова, что украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. Данилов сообщил, что представители ФСБ, которые не хотят участвовать в кровавой войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой элитная кадыровская группа была уничтожена. Украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. У них было разделение на две группы. Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гастомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашей страны. Это наша земля. Убирайтесь отсюда, сказал Алексей Данилов. Интересный момент, который говорит о многом. Уничтожение кадыровцев стало возможным благодаря оперативной информации, полученной от сотрудников ФСБ РФ, которые якобы хотели предотвратить кровопролитие. На самом же деле, по данным украинской разведки, подтвержденным материалами перехвата, Путин, кроме того, что возлагал на кадырова столь важную задачу, параллельно поручил ФСБ РФ контролировать его выполнение. В центральном аппарате ФСБ была создана временная оперативная группа, которая фиксировала каждый шаг кадырова и близких к нему людей. Зачем? Да потому что обезумевший Путин с отправкой в Украину кадыровцев решает ключевой для себя вопрос. Ослабление потенциала самого кадырова. Ведь силовые структуры Чечни, сформированные по национальному признаку, сегодня насчитывают около 30 тысяч бойцов, которые подчиняются только руководителю Чечни. Это огромный потенциал. При этом все они хорошо экипированы и подготовлены. Это позволяет Рамзану Кадырову быть более уверенным в своих действиях. Об этом свидетельствуют его поступки последних лет. Глава Чеченской Республики фактически творит на своей территории все, что считает нужным. И все, что отвечает его личным убеждениям. Это происходит при полном попустительстве власти. Чего только стоит событие судьей Верховного Суда Республики Сайди Ленгубаева. В Нижнем Новгороде чеченские силовики врываются в его квартиру. И насильственно уносят жену Зарему Мусаева в Грозный. Ее арестовали на два месяца по подозрению в сопротивлении работникам правоохранительных органов. И все только за публичную критику деятельности руководства республики. Кадыров также назвал террористами журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которая пишет о Кавказе, и главу комитета против пыток Игоря Калятина. Он призвал их задержать. Такой же статус Кадыров позже представил редакциям «Новой газеты» и телеканалу «Дождь». Милашина временно уехала из России, опасаясь угроз Кадырова. При этом Путин не вмешивается, а позволяет Кадырову творить, что заблагорассудится. Это придает уверенности Рамзану Ахматовичу. Однако на самом деле это просто ложь. Кремль в лице Путина просто знает, что в нужный момент он может ослабить и обескровить Кадырова. Следовательно, и держать на привязи и один из таких способов – война за пределами страны, где гибнут чеченцы. Вот только непонятно за что. За мифических бандеровцев и нацистов, которых ни один чеченец никогда вживую не видел. Если Кадыров действительно любит, как говорит, свой народ, он должен делать все для повышения его благосостояния, а не для уничтожения. Международные санкции, введенные в ответ на агрессию России против Украины, почувствуют и в Чечне. Сегодня Московию стремительно выключают из мировой экономики. Курс рубля пробивает дно. Иностранные компании выводят свой бизнес из страны. Воздушное пространство уже закрыто для российских самолетов. А корабли не хотят пускать в порты. Острый дефицит продуктов и лекарств. Люди лишаются работы. В РФ в скором времени ожидается дефолт и гиперинфляция. И это только начало. Дальше будет еще хуже. В таких условиях вряд ли бюджетные дотации, являющиеся львиным источником финансирования Чечни, будут расти. Чеченской республике и их руководству придется научиться жить по-новому. В таких условиях Рамзану Ахматовичу стоит задуматься и не быть покорной пешкой в руках кукловода Путина. Если голова не может адекватно оценивать ситуацию, тогда Кадыров может играть свою собственную роль. Чеченский народ неоднократно демонстрировал и доказывал жизнью тысяч своих героев, погибших в борьбе с Московией. Патриотов, заслуживающих свой собственный путь, отличный от того, который диктует Кремль. Кремлевский диктатор отлично понимает, что его жизнь и будущее находятся в руках, в том числе маленького и гордого чеченского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова